Всем привет, друзья! С вами Владимир, канал Гильдия. И сегодня мы с вами будем в Star Citizen выполнять расследование на Харстоне. Как только у вас повышается репутация на Харстоне, вам все больше и больше дают всяких интересных заданий. И у нас вот здесь корабль Freelancer пропал вместе с командой. Мы нуждаемся в подрядчиках, которые смогут обнаружить пропавших членов экипажа Freelancer, который не так давно был заявлен как уничтоженный. Все мы хотим, чтобы этот вопрос был закрыт как можно скорее, и в связи с этим нужна некоторая срочность исполнения. Оплата по контракту будет произведена по факту подтверждения местонахождения всех пропавших. Частая разведка Тристар. Давай возьмем вот это задание и отправимся искать пропавших членов экипажа. На самом деле такие задания, они не боевые, но денежки какие-то платят, вот. Ну и плюс к тому эти задания довольно-таки интересные. Поэтому такие задания очень рекомендую брать. А, причем обломки находятся где-то прямо на Харстоне. Такие задания прямо рекомендую брать в самом начале, как только вы начали играть в Star Citizen. Не ввязывайтесь пока ни в какие сражения. Может быть берите миссии по зачистке каких-то локаций. Вот. Но самый нормальный способ заработать денег, это вот как раз-таки исследование обломков и получение денег за это. Плюс к тому, давай еще посмотрим, здесь еще была одна миссия. Миссия, миссия, миссия. Было еще расследование. Поиск пропавшего Нейман. Вот. Скорее всего, вот смотрите здесь, пропал корабль Freelancer, столкнулся печальным концом, был уничтожен. И я так полагаю, что, скорее всего, это один и тот же корабль, что и тот, который мы сейчас справляемся исследовать, тоже Freelancer. Ну, давай тоже возьмем вот эту миссию. И посмотрим. А если эти две миссии ведут к одному и тому же кораблю, вот, то это значит, что мы с вами заработаем не 10 тысяч, а 18 тысяч кредитов. Вот. Вполне себе уже вменяемые деньги. Вот. Вполне себе уже в метро-центре. А сейчас мы должны ехать в Тису, в Спейспорт. Ну да, туда мы едем. Не путайте меня, пожалуйста, не путайте. Не путайте. Да, Тису, Спейспорт. В Лорвеле сейчас хорошая погодка, поэтому хорошая температура, плюс 21 градус, по крайней мере, внутри зданий. Поэтому здесь можно не опасаться чего-то. Сейчас мы возьмем небольшой корабль, прям совсем маленький, для выполнения этого задания. Так, посмотрим. Вот мне даже и бесплатно я тут получил Aegis Avenger Titan. Сейчас мы возьмем Envil Pissets, маленький, небольшой, для того, чтобы проверить эти два места. Заодно давай вернем мой медицинский корабль, который я потерял в прошлой серии. Вот, и вернем еще Катлас Блэк. Ну и давай еще Титан. А-а-а, тоже вернем. Вот, у меня, короче, такая фишка случилась. Наверное, я уже говорил на стриме, что у меня был уничтожен, значит, Курьер, Aegis Avenger Titan. Вернуть его никак не получается. Вот, но вместо него мне дали второй Титан совершенно бесплатно. И он уже... Да, он доступен. То есть совершенно бесплатно мне дали корабль. Таким образом, если я просрочу аренду Drake Catless Black, вот, и там что-то такое еще произойдет, то, возможно, мне дадут еще Drake Catless Black бесплатно. Давай вот эту извлечь. Там есть, есть способы, как можно получить корабли на халяву. Надо будет, на самом деле, проверить все эти способы. Так, обломки у нас. Так, а корабль наш находится... Ангар-09. Давай заодно, наверное, у меня сейчас на счету 804 тысячи. Давай заодно приценимся на счет кораблей. Вот у нас сегодня такая полноценная серия. Приценимся сейчас, что можно купить на 800 тысяч. Надо будет, на самом деле, уже еще один видосик сделать по кораблям, только в Лорвиле. Так, можно купить мустанг-бету. Титан можно купить за 700 тысяч, но у меня уже есть. Ага. Вот такой можно купить. Интересный корабль за 744 тысячи. Энвил-баллисту можно взять. Ориджин 85Х, но что-то я не хочу такой покупать. Вот еще такой вот можно взять. Так, Мантис можно будет взять. И 1 миллион 230 тысяч стоит. Чуть позже. Ориджин 100А можно взять. Ну, такой себе, конечно. Ориджин 125. Такс. Дрейк Буканир. Что вот это за колымак такая? Надо будет посмотреть. Миллион четыреста. Так, Катлас Блэк. Катлас Ред, пожалуйста, 1 миллион 810 тысяч. Дрейк Херальт. Вот это еще интересная машинка. С нехилым таким большим двигателем. Ну и танк можно взять, на самом деле. Но вообще я хотел взять Старлифтер. Попробовать поторговать. В общем, пока не буду тратить в облицо. А можно взять миск Проспектор. Пускай будет. на всякий пожарный. Ладно, давай отправимся, значит, в ангар 09 за нашим песцом. И полетим выполнять миссию. Корабль-фриленсер нас ждет с пропавшей командой. Так, ангар 0,9. Вот. Песец. Очень неплохой стартовый корабль. Минус, конечно, у песца то, что нету кровати. Вот. И минус слабая броня. Но на нем и не нужно воевать. На самом деле песец намного лучше, чем Аврора. Чему? Потому что можно возить посылки вот здесь вот. Что мы, в принципе, в этой серии и займемся. такс. Так, давай теперь. Пускай нам диспетчер. ангар ангар откроет. Ангар откроет. Маленький, надежный. Давай-ка выйдем на орбиту, потому что, видимо, это место находится на другой стороне Харстона. Абердин? Нет, нам нужно вот гавань Эверус-Харбор. Прям даже эту станцию видно с орбиты. Сейчас мы доберемся до орбиты, вот уже и вышли. Так, давай посмотрим, где находится корабль. Да, корабль, как я говорил, находится на планете. А, и даже здесь квантовый маяк есть. Но тут заблокировано. Он на самом деле может быть и на орбите, этот корабль. Ну, давай-ка мы попробуем поперемещаться сейчас по орбите. облететь планету. Корабли могут быть не только на поверхности, они могут быть еще и на орбите. Так, вот еще Ом 2000 километров. Да, эти обломки находятся на орбите. Что, кстати, даже упрощает нашу задачу. Ну все, теперь главное не пролететь эти обломки и не врезаться в них на песце. Потому что обломки могут загрузиться внезапно. заодно помимо да, заодно сейчас, когда мы прилетим к этим обломкам, посмотрим, сюда ли ведет наша вторая миссия. А вот, если сюда ведет наша вторая миссия, то это значит, что мы получим с вами 28000 кредитов. Кстати, может еще появиться еще одно задание по поиску черного ящика этого корабля. Вот, а это еще 9000 кредитов. Поэтому сейчас как только выполним это задание посмотрим еще одно. То есть на одном и том же корабле можно в принципе неплохо навариться, если все три миссии ведут прямо вот к нему. На орбите разбился. Еще здесь можно коробочки всякие пособирать. Так, вот у нас да, фриленсер. Давай-ка мы... А вон уже я вижу членов экипажа по-моему которые летают. Так вот давай кормой корабля развернемся. А в исследовании обломков вам поможет обязательно это мультитул вот с тягловым лучом. Видите, здесь написано тягловый луч. Для того, чтобы можно было перемещаться на самом деле между обломками. А также всякие коробочки здесь интересные в корабль класть. Включим фонарик. Давай посмотрим ведет ли сюда та миссия вторая. Вот Нейман следить. Да. Да, 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 как видишь две миссии ведут нас в один и тот же корабль. Знаете, что мы сейчас прям заработаем 28 тысяч кредитов. Ну и классно проведем время, потому что исследование заброшенных разбившихся кораблей это вот прям то дело, которое я люблю тоже в Стар Ситизен. Давай только. Да, вот так вот можно перемещаться. Чтобы короче найти члена экипажа можно нажать на F и поиск. Вот видите, нам начислили уже 2500 кредитов. Но это не наш клиент. Наш клиент может быть кстати вот этот. Вот еще 1200 кредитов. Это за то задание короче. Сейчас здесь два задания выполняем одновременно. Внимательно осматриваем обломки, потому что погибшие члены экипажа могут находиться где угодно. Даже в космосе не обязательно на корабле. Вот еще один погибший член экипажа. Тебя ищем? Нет. Но за него тоже деньги начислили. Вот еще товарищ лежит. Вернее плавает в космосе. Так это не наш клиент снова. Тут у нас капитанский мостик, каюта, кабина. Есть еще кто-нибудь? так, давай посмотрим скольких членов экипажа мы уже нашли. А, смотри, последнего надо найти. Найдите главного погрузом. Так, а главный погрузом у нас где? Может быть где-то и в космосе летает. В принципе сами обломки мы уже с тобой осмотрели. наш товарищ может быть это вот этот? Я его просто не заметил. Вполне возможно. Да, 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 главного погрузом. Все, и поиск пропавшего Нейман. Начислен 19 600 кредитов. Шикарно. И задание выполнено. Найдите экипаж. Все. Заодно давай посмотрим нет ли здесь каких-нибудь интересных коробочек, которые они с собой перевозили. Допустим вот какая-то интересная коробочка. Можно тебе взять? Что такое? Какие-то ресурсы. Прям давай-ка наверное возьмем. и закинем к себе в корабль. Может нам такое добро нужно. Сейчас подождите. Осторожно. Я тут свой корабль припарковал. Сейчас только я отлечу немножко здесь. на вот он все стой но и соблюдайте технику безопасности в космосе то мало ли блядь что-то я снова свой корабль потерял вот он чего за коробочка такая облепленная скотчем конечно я не думаю что она будет стоить дорого но тем не менее может и пригодится а чтобы приближать или удалять груз нужно колесиком короче управлять так ну и все коробочку мы с собой с тобой взяли экипаж нашли давай проверим есть ли здесь какие-нибудь еще миссии по поводу этого корабля поиск срочно расследование так херст является пещера ага так обслуживание ход за головами найма ну и все больше здесь ничего нету ладно давайте на этом я закончу подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии с вами был Владимир канал гильдия и увидимся в следующей серии всем пока субтитры субтитры субтитры